Никто из окружающих людей не знает, где теперь их муж, сын или друг, что ожидает хозяина бренного тела. Обезображенные старостью готовятся ко встрече со смертью. Страдая от многочисленных недугов, они съедают всего лишь горстку пищи в день и постепенно превращаются в калеку, не способного больше передвигаться. В должный срок они попадают в объятия смерти. Смерть, подобно змее, жалит, вызывает телесную и душевную боль в человеке, страстно желающим жить. В этот момент человек видит емадутов, посланников повелителя смерти. В Шримадбага в этом дается подробное описание их жуткого вида. Тела их ноги и уродливы, они черны, как вороны. Их зубы и когти заточены, как лезвия, а волосы стоят дыбом. В руках они держат арканы и веревки. В виде их грешник испускает мочу и кал. Подобно тому, как стражи порядка арестовывают преступника, чтобы подвергнуть его наказанию, емадуты берут под стражу грешника всю жизнь удовлетворявшего собственные чувства. Они затягивают петлю на его шее и забирают с собой, оставляя бездыханное тело, подобное выброшенной ненужной вещи, скорбящим родственникам. Посланцы повелителя смерти Ямараджи волокут грешника по дороге в ад. По пути его кусают собаки, а он вспоминает все грехи, которые совершил. Когда он выбивается из сил, то емадуты бьют его плетями по спине, погоняя вперед. Уже скоро он слышит причитание толпы таких же грешников, ожидающих суда повелителя смерти, Ямараджи. Когда ему присужден приговор, ямадуты хватают его и отправляют на адские планеты, где он будет отбывать наказание за свои грехи. Пребывание в аду не вечно. Суть ада в том, чтобы исправлять и воспитывать. Когда живое существо отбывает срок в аду, оно снова рождается на земле, но не помнит адские муки и райские радости. Однако в подсознании остаются впечатления о прошлом, которые определяют склонности человека. Естественный страх, который люди ощущают перед соблазнами порока, является последствием пребывания в адских районах Вселенной. Адские планеты находятся в промежуточном пространстве между Тремя мирами и Вселенским океаном. Существует 8 миллионов 400 тысяч преисподних. Священные писания утверждают, что из них 28 адских планет самые ужасные. Грешники попадают туда на 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Неподалеку от них находится планета Питрилока, где живет повелитель смерти Ямараджа. Он соблюдает все правила и предписания, данные Верховным Господом. Согласно им, он выносит грешникам приговор, и ямадуты отправляют грешника на одну из адских планет. Перед грешниками предстает огромное дерево. Ямадуты бьют других грешников, приковав их к дереву цепями. От этого ужаса грешника охватывает страх. В своей земной жизни завистливый человек совершает насилие по отношению ко многим живым существам. Поэтому после смерти такой человек попадает в ад, где те существа, которых он заставлял страдать, появляются в образе животных Руру, причиняющих ему страшную боль. Эрудированные ученые называют этот ад Рауравой. В нашем мире Руру не встречаются. Однако известно, что они более завистливы, чем змеи. Некоторые люди варят несчастных зверей и птиц живьем. За такую жестокость их осуждают даже людоеды. За это их варят в кипящем масле в аду кумбхи Пака. Царя или государственного чиновника, который наказывает невиновного человека, либо налагает телесное наказание на святого, после смерти забирают ямадуты. В Аду Сукхара Мукха могучие помощники ямараджа расплющивают его, как сахарный тростник, из которого хотят выжать сок. Тот, кто вступает в половые отношения с противоположным полом, не имея на это законных прав, после смерти попадает в Адтаптосурма. Адтаптосурма Там помощники ямараджа избивают этих мужчин, и женщин кнутами. Мужчину заставляют обнять статую женщины, сделанную из раскаленного железа, а женщину заставляют обнять такую же статую мужчины. Так наказывают за незаконный секс. Представители высших сословий, которые в этой жизни берут своих собак, мулов и ослов, отправляясь на охоту и развлекаются тем, что без всякой надобности убивают лесных животных, после смерти попадают в Адпра-народху. Там слуги ямараджа ставят грешника вместо мишени и пронзают его стрелами. Тот, кто гордится своим высоким положением в обществе и приносит в жертву животных только ради того, чтобы поддержать свой престиж, после смерти попадает в Ад Вишасана. Там слуги ямараджи подвергают грешника изощренным мучительным пыткам и в конце концов убивают его. Некоторые выступают в этом мире в роли профессиональных грабителей. Другие подсыпают яд в пищу. Третьи устраивают пожары в городах. А члены царских семей или государственные чиновники порой грабят коммерсантов. После смерти они отправляются в Ад под названием Сарамиадхана. На этой планете живут 720 собак с прочными, как молния, зубами. Экипсы пожирают попавших к ним грешников. Если священнослужитель, подобно необразованным мирянам, ходит по барам и пьет хмельное, то он попадает в Ад Аяхпана. Слуги ямараджа становятся таким людям на грудь и вливают им в рот горячее расплавленное железо. Домохозяина, который, принимая гостей или посетителей, бросает на них грозные взгляды, словно желая испепелить их, отправляют в Ад, называемый парьявартаной. Там птицы, вроде грифов, цапель и ворон, пикируют на него и силой выклевывают ему глаза. Если человек, обладающий знанием, убивает и мучает неразвитых существ, он, безусловно, совершает грех. Его ждет наказание в аду Антхакупа. Тот, кто попадает в Антхакупу, испытывает все те же страдания, что и существа низших видов. Все те птицы, звери, присмыкающиеся, комары, вши, черви, мухи и любые другие существа, которых он мучил на земле, нападают на него со всех сторон, лишая его такой радости, как возможность поспать. И это лишь малая толика из многих ужасных адов. Кто-то может не верить, приведенным здесь описанием адских планет и продолжать грешить. Но это не имеет значения. Ему все равно не избежать приговора, который выносится по законам природы. Так утверждают священные писания. Но все ли попадают в ад? В ведах говорится, что те, кто совершает благочестивые поступки и не грешит, отправляются на райские планеты, где они могут услаждать свои чувства в течение ста тысяч лет. Субтитры создавал DimaTorzok По окончании этого срока живое существо вынуждено покинуть райские планеты и вернуться на землю. В этот век, носящий имя Кали, век войн и раздоров, лжи и лицемерия, люди закрывают глаза и совершают один грех за другим. Поэтому райская жизнь для современного человека так же туманна, как несбывшаяся мечта. Люди, не дожидаясь билета в обитель Ямараджи, создают ад на земле. Одни из них готовятся к этим мукам, другие устраивают ад для остальных. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова За прелюбодеяния с несовершеннолетними человек станет большой змеей в лесу. Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Тот, кто убивает цветово, становится чахоточным человеком, убийца коровы горбуном или слабоумным, а убийца-девственница-прокажённым. Если человек питается чьей-либо плотью, то он станет красным, а пьяницы и наркоманы будут иметь гнилые зубы. Если человек ворует пищу, становится крысой. А вор драгоценностей будет страдать от больных ногтей. Отравитель родится душевно больным, поджигатель – лысым, продавец мяса – неудачником, а тот, кто ест мясо – больным. Тот, кто пнёт святого или корову, родится хромым и увечным. Лгун родится заикой, а кто слушает такого лжеца – родится глухим. Все эти грешники, пройдя через самые страшные ады, родятся на этой планете с багажом последствий своих грехов. Воплощаясь в различных формах жизни, живое существо получает тело человека. Когда мужчина и женщина соединяются, оно становится эмбрионом в должный срок. Испытывая страдания от зачатия до смерти, оно снова умирает. Как же человеку избавиться от страданий и выйти из круговорота рождений и смертей? Без сомнений, причину наших страданий нужно искать в греховных поступках. Тем, кто пытается наслаждаться плодами своего труда, не избежать греха. И такие люди могут воспользоваться различными способами искупления грехов. Веды объясняют, как навсегда избавиться от склонности к греху. Шримад Бхагаватам рассказывает такую историю. В юности Брахман Аджамила изучал священные писания. Был чистоплотным и очень добродетельным. Джамила всегда говорил только правду. Он чтил духовного учителя, гостей и старших. Ему была чужда гордыня. Он никому не завидовал и держал в узде ум и чувства. Однажды Аджамила пошел в лес за плодами и хворостом. Возвращаясь домой, он увидел распутного Шудру, представителя самого низкого сословия, который обнимал полураздетую блудницу. Они были пьяны и смеялись. Да то ли дремавшие страсти вдруг пробудились в сердце Аджамилы. Аджамила стал день и ночь думать о той блуднице. Вскоре он взял ее к себе в дом и отверг все религиозные заповеди. Он стал промышлять воровством, разбоем и игрой в кости. В заботах о десяти сыновьях и распутной жене оттекла его порочная жизнь. И вот ему исполнилось 80 лет. Больше всего на свете Аджамила любил своего младшего сына, который носил имя Бога. Отец с матерью души не чаяли в своем малыше. Забавные лепят ребенка, и его неловкие движения пленяли сердце старого Аджамилы. Имя мальчика не сходило с его уст. Поглощенный заботами о сыне, Аджамила не заметил, что жизнь подошла к концу, и смерть уже близка. Неожиданно Аджамила увидел трех наводящих ужас существ. Они пришли, чтобы забрать его в ад. В смятении Аджамилы стал звать своего любимого сына, игравшего неподалеку. Со слезами на глазах он сам того не ведая, произнес святое имя Бога. Подручные Ямараджи уже тащили душу из сердца Аджамилы, мужа распутной женщины, когда их остановил громовой голос вестников Господа Вишну. Повторив святое имя Бога в конце жизни, Аджамилы искупил все грехи, совершенные за множество жизней, и уничтожил семена греховных желаний в своем сердце. Ни покаяние, ни ведические обряды не очистят грешника так, как очистят его всего лишь раз произнесенное имя Господа. Звук святого имени напомнит о величии личности Бога и пробудит человека к преданному служению. Шримад Бхага в этом утверждает, тому, кто искренне хочет уничтожить в себе семена греховных желаний и выйти из круговорота рождений и смертей, нужно всегда повторять святое имя, вознося хвалу величию и деяниям верховной личности Бога. Только так можно в полной мере искупить свои грехи, ибо святое имя навсегда очищает сердце от скверны. Просто искренне повторяя святые имена Бога, человек обретает все благое и в конце жизни возвращается в духовный мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok